На ваш телефон вас записывают? Нет, не надо. Точно? У нас одни и те же? У нас одни и те же. Я в прямом эфире? Вы в прямом эфире. Сейчас подождите. Здравствуйте, Инстаграм слушатели. Я по вторникам вел эфиры, у меня был большой перерыв. Сегодня нет определенной какой-то темы. Я просто хотел поговорить о программе ИКО и ответить на ваши вопросы. Я буду читать. Если вас интересуют любые вопросы по программе ИКО или связанные с бесплодием, можно и с хирургическим лечением бесплодия, пожалуйста, задавайте. В первую очередь хочу сказать, что я говорил уже раньше, что программа ИКО – это самая эффективная программа для лечения бесплодия. Она быстрая, простая и эффективная. У нее только один недостаток. Какой это ее дороговизна? Вот, например, к сожалению, в Казахстан выделяется на наши 15-16 миллионов населения всего 300 квот. Это очень мало, и люди вынуждены стоять по два с лишним года в очереди. Например, на Ленинград выделяется 2000 квот. Вот такая разница. Теперь начнем читать ваши вопросы. Вижу, что вопросов сразу появляется много. Я буду отвечать с самого начала. Лечится ли поликистоз полностью? Поликистоз – это врожденное состояние. Вы с ним родились, и ваш яичник всегда таким останется. В этом есть плюс и минус. Плюсы… Минусы вы и так знаете. Это нарушение устроенного цикла обычно у этих женщин и проблемы с наступлением беременности. Плюсы – позднее наступление менопаузы и долгое сохранение эстрогенового фона яичников. Как вылечить поликистоз? Полностью никак, но подавить его можно, например, беременностью или с помощью лекарственных препаратов. Но избавиться от него полностью невозможно. У вас есть банк донорских хоацитов и сколько? Донорские хоациты – это банк, который постоянно меняется. Приходят женщины, которые за свои фолликулы, за программу стимуляции, за свои циклетки получают определенную сумму. Но их довольно быстро разбирают. Если вы хотите программу ЭКО с донорскими ацетами, то вам нужно пойти к нам в 209 кабинет, к нашим юристам. Но для этого нужно направление от врача-репродуктолога. И встать в очередь на эти донорские ацеты. И зарезервировать их заранее, чтобы в тот день, когда они вам понадобятся, они были в запасе. Так, но мы немного сумбурно начали. Дальше, может, будем более подробно. Так, вчера резала внизу живота, тянула, подсадка была 6 апреля. Здесь не совсем вопрос, здесь просто описание то, что была подсадка, и пациентка жалуется, что боли внизу живота. Вам сделали подсадку, значит, вы должны принимать гормональную поддержку. Вы не можете ее сами отменять ни в коем случае. Можно изменить ее по назначению врача, но отменить полностью нельзя. Если есть тянущие боли, нужно принимать спазмолитики. Никаких-то других дополнительных назначений нет. Обязательно сдавать гормоны во время месячных, на второй-пятый день. Не обязательно, только некоторые гормоны надо сдавать. Например, гормоны АМГ или ТТГ можно сдать в любой день менструального цикла. ФСГ, ЛГ надо сдавать именно во время менструального кровотечения. Чтобы два раза себе вену не колоть, лучше все гормоны с копом сдать сразу во время месячных. Расскажите про ЭКО и ИКСИ. Отличие очень простое. В программе ЭКО используется естественный метод оплотворения. Скажем так, условно естественный. То есть, мы забираем у вас яйцеклетки, эмбриолог собирает их в специальную чашку. И туда, к необработанным, неочищенным яйцеклеткам добавляется сперма. И сперматозоиды сами оплотворяют яйцеклетки. Программа ИКСИ показана в двух случаях. В первом случае, когда у мужчины имеется снижение активности сперматозоидов. И тогда под микроскопом с увеличением 400 эмбриолог выбирает самого быстрого, шустрого сперматозоида. Набирает его в шприц, прокалывает оболочек яйцеклетки и вводит его внутрь. И также программа ИКСИ делается в тех случаях, когда бесподие неясного генеза. Это вроде здоровый мужчина, здоровая женщина. И можно с этой спермы идти на ИКО. Но есть маленький риск, что будет маленький процент оплотворения в естественном пути. Что именно эти сперматозоиды будут плохо оплотворять именно эти яйцеклетки. И тогда делается программа ИКСИ. Это два показания для программы ИКСИ. Можно ли забеременеть при диагнозе поликистозных яичников? Конечно, можно. Вообще, поликистоз очень растосолненный. Я вижу уже второй вопрос, связанный с поликистозом. Беременеть возможно. Просто в чем проблема этих женщин? Что у них нерегулярная овуляция. Она происходит не всегда. Плюс еще имеются некоторые анатомические особенности. А именно уплотнение оболочки яичника. И во время овуляции затрудняется выход яйцеклетки. Но такие женщины беременеют. Я проводил специальный прямой эфир по поводу поликистоза. И вкратце могу рассказать вам, какой у вас должен быть подход. Подход у вас должен быть вместе с эндокринологом. Потому что поликистоз – это очень важное то, что происходит нарушение инсулинового обмена. И ваш эндокринолог назначает по этому поводу лечение. Дальше с врачом, репродуктологом или гинекологом, который занимается лечением бесплодия, вы приступаете к стимуляции овуляции и программированным половым контактам. То есть для этого, конечно, нужно, чтобы были проходимые трубы, нормальные уровни ваших гормонов, здоровая матка. У мужа хорошая сперма. И тогда назначается стимуляция эвуляции, делается программируемый половой контакт или инсеминация. Если за два-три раза так не получается, тогда надо думать о программе ЭКО. Скажите, пожалуйста, может ли гидростабинск быть причиной неудачного ЭКО? Вопрос просто на миллион долларов. Конечно, может быть. И часто он и является причиной неудачной программы ЭКО. Вот смотрите, вот, например, вот если... Вот матка. А вот маточные трубы. Труба сообщает о полости матки. Можно сказать, что это единые полости. Если в этой маточной трубе есть воспаление, то это воспаление передаст обязательно и в полость матки тоже. И при подсадке эмбриона шансы на то, что он здесь прикрепится на фоне воспаленного эндометрия, они снижаются. И вообще настоящий гидростабинск, по моему мнению, это очень непреодолимые препятствия как и для естественной беременности, так и для программы ЭКО. Добрый день, у меня фолликулы не растут. Можно ли это излечить? Диагноз поликистоз яичников. Сказали делать только операцию. Я раньше делал сам такие операции довольно часто. Они называются вапоризацией или декортикацией яичников. До этого гинекологи делали операцию, которая называется резекция или длиновидная резекция яичников. Но это точно уж калечащая операция. А насчет этих вапоризаций и декортикаций, они устраняют анатомическую проблему, то есть уплотнение оболочки яичника. Ничего другого они устранить не могут, тем самым они немножко повышают ваши шансы. Но я сейчас эти операции делаю очень редко, вернее сейчас я их вообще почти перестал делать, так как не вижу в них достаточной эффективности. Вот стоимость операции тоже не маленькая, эффективность этой операции маленькая, так зачем ее делать? Если нет других показаний, если ты не подозреваешь, что проблема может быть в трубах, в спаечном процессе, тогда сочетание этих показаний может быть. Сколько стоит ЭКО? Программа ЭКО состоит из расходов на лекарства. На лекарства у вас уходит 350-400 тысяч тенге. Из самой программы ЭКО обычная программа стоит 350, икси 410 и плюс анализы тысяч до 100. То есть программа ЭКО без заморозки эмбрионов стоит где-то 850 тысяч тенге. Здравствуйте, таратозооспермия это что и с этим можно ЭКО проводить? Таратозооспермия это снижение качественных показателей сперматозоида. В таких случаях программу ЭКО конечно можно проводить, но я до этого в начале нашего прямого эфира говорил о программе икси, которая показана при снижении активности сперматозоидов. А вот если есть снижение качества сперматозоидов, их морфологических показателей, тогда увеличение микроскопа будет не 400, как при икси, а 2000 раз. И эта программа называется ИМСИ, это позволит выбрать не просто быстрого сперматозоида, а морфологически здорового сперматозоида. И таратозооспермия таким образом обходится, то есть мы должны при таком диагнозе с помощью очень большого увеличения микроскопа выбрать здорового сперматозоида. Скажите, пожалуйста, у меня 24 неделя беременности, болят пальцы рук при сгибании и стопы, ног. Скажите, чем лечиться или какие анализы сдать? Извините, 24 недели беременности, это вопрос к женской консультации. Я веду беременность до 6 недель, когда я вижу сердцебиение, дальше пациенты идут в ЖК. Замороженные эмбрионы лучше или после пункции? Тут, наверное, нельзя ответить так однозначно на этот вопрос. Можно сказать, что статистика говорит о том, что эффективность наступления беременности в КРИО-протоколе, то есть на замороженных эмбрионах, она выше. Но я думаю, это связано не с тем, что эмбрион после заморозки становится лучше. После заморозки он лучше не становится, он или останется таким же, или может станет чуть-чуть хуже, или не изменится. В том, что в свежем протоколе, ведь эффективность программы ЭКО зависит не только от эмбриона, но она зависит еще от матки, от эндометрии. В свежем протоколе, когда вы получаете большую дозу гормонов, эти гормоны влияют на вашу эндометрию тоже. И они изменяют его не в лучшую сторону, его рецептивность. И поэтому статистика говорит о том, что подсадка в стегментированном цикле чуть эффективнее, чем в свежем. Хорошо, я буду вас ждать. На шестой день по эмбрионоса температура прыгает 37,3, 36,8. Да, нормально, такой подъем температуры до 37,3, это нормально. Сколько раз можно делать УЗИ при беременности? Ну, столько, сколько надо. По показаниям мы делаем в программе ЭКО УЗИ после подсадки два раза. Вначале женщина узнает, что она беременна. Это происходит через 12 дней после подсадки эмбриона. Затем я встречаюсь с ней через 2 недели, это где-то срок 3-4 недели беременности. Мы просто констатируем наличие беременности в матке. И затем еще через 2 недели после первого УЗИ во время беременности делается второе УЗИ в сроке 5-6 недель. И тогда уже смотрится сердцебиение эмбриона. Следующее УЗИ, они уже делают женские консультации в сроке примерно 10-11-12 недель. Перед программой ЭКО обязательно ли проходить гистероскопию? Нет, конечно, не обязательно. Это вы решаете со своим лечащим врачом. Для этого должны быть у вас показания. Если ваш врач считает, что ваша матка здорова и эндометрик хороший, то гистероскопию можно не делать. Просто гистероскопия, в чем ее преимущество, что это самый достоверный метод оценки состояния полости матки и ее лечения при необходимости. А полость матки супер важна для беременности. Здравствуйте, у меня сериализованные трубы и 3 рубца на матке. Теперь вышла замуж, хочу детей. Могу я двое не выносить? И сколько это будет стоить? Сейчас четверо детей. Если у вас было 3 кесаревых сечения, то мы не можем подсаживать вам в матку эмбрион. Вас можно стимулировать, забрать у вас яйцеклетки, получить эмбрионы. Но подсадку в матку, где было 3 кесаревых сечения, мы сделать не сможем. Тут надо использовать суррогатный метрик. Эрозию прижигать надо? Это вопрос женской консультации. Здравствуйте, какие лекарства нужно пить при диагнозе гиперпазеэндометрия? Используются или чистые гистогены, например, это вот утражистан или нарколут, или комбинированные оральные котроцептивы. В зависимости от того, что вы с врачом выберете. Это вопрос выбора. Как ставят срок ПДФ по месячным или со дня переноса эмбриона? Когда вы подсадили эмбрион, вашему эмбриону считаете было 0 дней. Вот эти первые 5 дней инкубации, они не считаются. Когда происходит овуляция и выходит яйцеклетка, попадает в маточную трубу, и в начале маточной трубы она там оплодотворяется, она 5 дней по трубе спускается в полость матки. И вот эти 5 дней они у нас проводят в инкубаторе, пока растут. И поэтому считайте, с дня подсадки, когда вот вам взяли подсадку, вашему эмбриону было 0 дней. Для подсчета, но на самом деле ему уже 5 дней жизни. Встала на очередь на квоту ЭКО в РМ. Когда подойдет моя очередь, надо ехать перед началом цикла? Да, лучше, конечно, приехать до начала цикла, чтобы медсестра проверила ваши анализы, врач сделал вам УЗИ, поговорил о том, какая будет у вас программа ЭКО, они разные. Может быть, посвятил вам прием каких-то витаминов или лекарственных препаратов. Здравствуйте, скажите, после переноса эмбрионов, какую соблюдать диету, и через сколько можно вести половую жизнь? Диету никакую соблюдать не надо, ешьте все, что хотите. А половую жизнь, ну, я думаю, через дня 3 можно начинать. Это мое мнение. Вообще, остальные врачи, я знаю, что могут и сказать, не живите половой жизнью до теста через 12 дней. Анализы на гормоны сдавать во время месячных обязательно, на второй-пятый день. Я уже отвечал на этот вопрос, потому что некоторые гормоны проверяются только во время месячных, а некоторые в любой день цикла. Чтобы два раза себя не колоть вену, сдайте их все скопом сразу. Здравствуйте, что эффективно, кривая или свежая подсадка? И то, и другое эффективно. Это зависит не от того, какая у вас кривая или свежая. Это в первую очередь зависит от качества вашего эмбриона. Во вторую очередь это зависит от состояния полости матки. На полость матки влияет много разных факторов. Это не все, конечно. Также еще важен уровень ваших гормонов, ну и другие вещи, которые надо обсуждать с врачом. Но криво или свежее, это не то, что одно эффективнее, а другое менее. Здравствуйте, у меня после пункции на третий день из 13 оплотворилось 8. Это нормально? Это хороший процент. Из 13, если у вас оплотворилось 8, значит у вас высокий процент оплотворения. Когда эмбрионы находятся в инкубации, вот эти 5 дней, обычно половина эмбрионов, у кого-то больше, у кого-то значительно меньше, погибает и не доходит до пятого дня. Если у вас на третий день из 13 зрелых яйцеклеток оплотворенных 8, это очень хороший результат. Гиперпозеи эндометрия мне назначили Жанин и Квасудегид. Квасудегид. Хорошо, отлично. Просто Жанин, комбинеронарный катастрофитив, который обладает лечебным действием на эндометрии, Квасудегид в этом случае тоже вам поможет, но он еще и стимулирует рост фолликулов. Лечебное действие в данном случае при гиперблазии Квасудегида будет в подавлении роста эндометрии. У Квасудегида, как у антиэстрогена, есть такой эффект. Но сам Квасудегид для лечения гиперблазии редко назначается, скажем так. Я не назначаю. На какой неделе можно убирать писарий? Это вопрос к врачам женской консультации. Видимо, вам поставили писарий в связи с естественной коцелекальной недостаточностью, и поэтому они сами должны ли вам сказать это? Через сколько месяцев можно сделать подсадку, если была лапароскопия по удалению миомы? В зависимости от того, какого размера узел вам удалили. Раньше было очень строго, 6 месяцев, год нет, и встречают до сих пор такие рекомендации. Сейчас сроки значительно сократились. Может быть, это связано с новым отношением к этому, а может, с улучшением шовных материалов и техническим способностям этой операции. Карта эмбриона – это что? Наверное, вы имеете в виду эмбрио-протокол, то есть на первый, второй, третий, пятый день жизни эмбриологи ставят вашим эмбрионам бальную оценку. Максимальная оценка – это 5 баллов, худшая – это ниже, и также от А до С эмбрионы оцениваются. Готовлю СККО, прохожу обследование, сдаваю анализы на гормоны. В итоге пролактин 743, ТТГ 4.6, ФСГ 17. Как это повлияет на протокол и вообще за такими результатами возьмут меня в протокол? Пролактин у вас повышен незначительно, 743. Может быть, вы просто понервничали, когда сдавали кровь, или там вам сделали больно, или вы не выспались. Такой пролактин требует пересдачи или минимального лечения. ТТГ 4.6 – это высокий уровень ТТГ. Надо сказать, кандыгринологу, чтобы она его понизила. В принципе, такой 4.6 ТТГ не будет влиять. То есть ни пролактин 743, ни ТТГ 4.6 не должны особо влиять. А вот ФСГ 17.6 – он будет влиять еще как. Это говорит о том, что ваш гипофиз вырабатывает ФСГ в высокой концентрации. Это проявление того, что ваш организм, гипофиз, считает, что ваши яичники не справляются со своей обычной нормальной работой, и концентрацию этого гормона он вынужден увеличивать. Такой протокол имеет особенности. В том, что ваши яичники привыкли к высокой концентрации гормонов ФСГ. Программа АЭКО – это и есть укол гормонов ФСГ, просто более высокой концентрации. Они уже привычны к этой концентрации, и, наверное, будут не так хорошо отвечать. Моя очередь подошла. До какого времени вы принимаете? Как только вам сказали в вашей женской консультации, что все, мы даем вам талон на госпитализацию, этот талон действует в течение трех месяцев, и мы в любое время вас ждем. Лучше приходить заранее. Вот получили талон – приходите, даже если у вас не начались месячные. Программа АЭКО обычно начинается с начала месячных, с кровотечения – первый, второй, третий день. Делаете ли АЭКО с тремя рубцами? АЭКО делаем, подсадку не делаем. Сколько стоит АЭКО, мы уже говорили. У вас есть донорские яйцеклетки? Есть, но не всегда. Это такой дефицитный товар, который разбирают, как горячие пирожки. Вам надо пойти к юристам и сказать, что вы хотите на определенное время зарезервировать для себя такое-то количество яйцеклеток. Могут ли АЭКО дать карту эмбриона? Дает ли АЭКО? Конечно, дает. Рустам Ашкевич, здравствуйте. У меня после приема прогенома задержка месячных 7 дней. Что делать? Может, надо идти на прием. Не знаю, какой у вас день цикла. Принимали вы только прогенову или вам назначали еще и кистогены. Но 7-дневная задержка ничего не значит. Ждите еще, по крайней мере, неделю спокойно, без всяких переживаний. Если не начнется, тогда, может, надо и перейти на прием. Скажите, пожалуйста, киста шейки матки опасна ли? И с таким диагнозом можно ли делать АЭКО? У меня врач сказала, что у меня киста с размером бусинки. Нужно лечить. Фатима, лечить эту кисту не нужно. Киста шейки матки никак для вас не опасна. Вы можете считать, что ее нет. Не обращайте на нее никакого внимания. Здравствуйте. Что можете сказать после подсадки? Как себя вести? Так же, как и всегда, спокойно и ждите времени, когда вы можете сделать тест на беременность. Самое главное, чтобы вы продолжали гормональную поддержку. Ограничения, ну, в день подсадки, там, допустим, лучше не пользоваться самолетом, так говорят, чтобы не было, там, смены давления. Задиматься активной физической деятельностью, жить половой жизнью, в день подсадки. Потом все можно. Подсадка на какой день лучше? Это зависит от того, на какой день у вас была пункция. Если у вас была пункция, например, в понедельник, то у вас в понедельник забрали яйцеклетки. Их оплодотворили в понедельник. И со вторника они начинают расти в инкубаторе, ну, уже с понедельника. Вторник, среда, четверг, пятница, суббота. И субботу на пятый день вам надо будет сделать подсадку. Бывают разные подсадки. Они связаны с теорией, что есть определенное окно имплантации. И эндометрия становится рецептивным у кого-то, скажем, на 17-й день, у кого-то на 21-й день. И на какой день делать лучше подсадку, я вам так не могу однозначно ответить. Это по-разному. Обычно подсадка делается через, там, 5 дней после пункции. Если это КРИО-протокол, то способов подсадки 2, это подсадка на фоне приема заместительной гормональной терапии. И второй способ подсадки, это подсадка в естественном цикле, когда у женщины появляется доминантный фолликул. Как можно получить карту ЕСБИШКЕКа? Сейчас, вот у нас здесь менеджер наш, Зарина, скажите, как может пациент ЕСБИШКЕКа получить эмбрио-протокол? Написать, наверное, на почту. А чью? Здесь в нашу почту ИРМ вообще указать своего врача, свою фамилию. И они пришли, кто вышли. Хорошо. Не знаю, слышали вы или нет. Зарина говорит, что вам нужно написать на нашу почту ИРМ с указанием вашей фамилии, имени, отчества, вашего врача, вашего имейла, и вам вышлют. Здравствуйте. Замужем 2 года. Не было ни разу беременности. Недавно делали МСГ и сказали, трубы непроходимы. После сразу сделала проскопию и сказали, трубы открыли. Мне 31. Сколько ждать естественной беременности? Ждите ее не больше 3-4 месяцев. Хорошо, если вы отслеживаете свою овуляцию. Если вы видите, что у вас овуляция происходит, вырос доминантный фолликул, лопнул, образовало желтое тело, и вы не забеременели вот так, чтобы было не дольше 3-4 месяцев. Если не получается, идите к врачу-реподактологу. Здравствуйте. Бесплодие по мужскому фактору. По карте непрохожим из-за низких показателей. Но ЖК сказали, что клиника может взять по карте при доплате за ИКСИ. Возможен ли такой вариант? ИКСИ входит в программу по квоте, так же как ИМСИ, так же как и ПИКСИ. Просто для получения программы ИКО по квоте нужно две причины. Трудный фактор, женский или мужской. В данном случае, ваш мужской фактор. Тяжелые формы мужского фактора, они к квоте не подлежат. Что это значит? Это значит, что наше доброе государство, выделяя огромное количество квот, ставит еще условие, конечно, вполне разумное. Что я за свои деньги хочу, чтобы оно мне родило ребенка. Это семейная пара. Они мне родили ребенка. И выбираются те пары, кто перспективен. Это те, это молодые женщины. А если в отношении мужчин, это мужчины со сниженными показателями спермограммы, со средними. Но если показатели спермограммы очень плохие, ну скажем там, в морфологии 1% с очень низкой концентрацией, тогда ведь это сложная программа ИКО, она имеет маленькую эффективность. И тогда эта спермограмма может быть не одобрена комиссией, потому что эффективность такой программы с такой спермы низкая. И поэтому вам могут просто отказать. За ИКСИ, если вас возьмут с такой спермограммы, то за ИКСИ, ИМСИ или что-то иное вам доплачивать не надо. Эта клиника будет сама заинтересована в том, чтобы вы забеременели, потому что квотные программы это программы, которые так очень жестко проверяются государством. Можно даже сказать и похвастаться или сожалеть о том, что в этом году из всех клиник города Алматы единственный госзаказ, кто получил, это мы. Это связано... В прошлом году была еще пара клиник, в этом году только мы. Это связано с тем, что они проверяют эффективность. Если эффективность программы ИКО низкая, то они не хотят тратить на это деньги, они хотят ребенка за свои деньги. А сколько стоит донорская сперма? Донорская сперма стоит 50 тысяч тенге. У меня было три попытки ИКО. Первая неудачная, вторая получилась, но случился выкидыш в пять недель. Третья попытка получилась двойня, но на 21 неделе случилась внутриутробная гибель одного плода. Это больше вопрос в таком сроке у врачам женской консультации, я не знаю, в 21 неделю, но в наших сроках, вот когда мы ведем беременность, до шести недель, такое, что один эмбрион замирает, а второй развивается, периодически случается. Ничего делать в таком случае не надо. А в 21 неделю надо спросить у тех, кто ведет такой срок беременности, женская консультация. Шестого была пункция. Очень сильно болит грудь и одышка после ходьбы. Поднимается температура до 37,3, максимум, это нормально. Подъем температуры после пункции до 37, может быть, особенно если вы после пункции принимаете прогестероновые препараты. То, что болит грудь, может быть, вы обратили внимание, она у вас начала болеть во время стимуляции. Вот некоторые женщины жалуются на то, что во время стимуляции у них появляется чувствительность в груди или боли. А вот одышка, появление, это может быть проявлением признака гиперстимуляции яичников. Это то состояние, когда вы должны пойти к своему врачу и сказать об этом. В общем, с вашими жалобами обращайтесь к врачу, который сделал пункцию. Здравствуйте. Каковы шансы на положительный исход при эндометриозе? Бинозарова. Вы знаете, это очень сложный вопрос, потому что эндометриоз бывает разным. Если это какие-то единичные очаги эндометриоза в циррикальном канале, это одно состояние. Если это аденомиоз, когда происходит поражение мышечного слоя матки, ну, совершенно другая история. Поэтому я не знаю, какой у вас именал. Ну, однозначно можно сказать, что эндометриоз снижает наступление беременности как естественным путем, так и в программе ЭКО. Заморозку делают до ПГД или после? Ну, конечно, делают. Вам, вашим эмбрионам 5 дней. У вас есть 5-дневные дети. Вот перед тем, как их заморозить, от каждого эмбриона берут такой маленький мазок отпечаток, щипок, и исследуют его. Если это метод ПГД, то он будет готов в тот же день. Ваши эмбрионы ждут их, не замораживают. Обычно к обеду, после обеда этот анализ будет готов. И генетик скажет вам, какие из ваших эмбрионов здоровые, какого там они пола могут, по секрету сказать, здоровых заморозить, а аномальных замораживать не имеет смысла. Можно ли делать КРИО с ПГД? Можно ли сделать ПГД с КРИОАЦИТами? А с КРИОЭмбрионами, наверное, вы имеете в виду? Да, можно, но не очень как бы это... Зачем это? Какой цель вы решили вдруг? Вначале вы не делали ПГД, их заморозили, а теперь вы хотите делать КРИО. Надо подумать, это индивидуально. Их надо размораживать, отщипывать от них кусочек, проверять все, здоровые обратно замораживать, а потом во время подсадки их опять размораживать. То есть, вот такой процесс. Гормон АМГ, анализы обязательно сдавать по менструальному циклу? Нет в любой день цикла. Какой препарат эффективный для прогестерона? Дюфастон или утражистан? Они... Это... Вы что больше любите? ТВИКС или Марс? Они одинаковые, одно и то же. Какое-то время появляются какие-то публикации, что этот лучше, вот раньше нам говорили только утражистан, только утражистан. Сейчас, наоборот, говорят, дюфастон, он отличный. Они одинаковые. Здравствуйте. Но это не все по-разному считают. Я считаю, что они одинаковые. Здравствуйте. После ЭКО замершая беременность была. Проблема в хромосомах. При повторной подсадке нужно ли прежде сделать генетический анализ эмбриона? Если вы его не делали, то смотря какой вы собираетесь делать анализ. И сколько было подсадок? Я думаю, однозначно ответить не могу. Надо решить вопрос индивидуально. Когда можно идти на следующую попытку? Хоть в следующем инстуровальном цикле. Встретитесь со своим репродуктологом, обсудите эмбрио-протокол, обсудите причины, которые могли быть причиной неудачи. И если вы видите, что вы сделали все, что должны были сделать, идите в следующую попытку, хоть в следующем цикле. Добрый день. Если есть эндометриоз, то подсадка вообще невозможна? Конечно, возможно. Эндометриоз довольно частый, женщины с ним беременеют. Значит, у моего мужа 45% подвижности, это норма. Поздравляю, у вашего мужа отличная активность спермы. При гидросальпингсе, всегда ли удаляют трубы, или есть возможность сохранить, если других проблем нет? Если это настоящий гидросальпингс, то трубы надо удалять всегда, потому что это состояние гибели маточной трубы, и оставить такую трубу, это оставить источник воспаления баллентозой. Такие трубы, если это гидросальпингс, надо удалять. Бывают промежуточные состояния, сактосальпингс или сальпингит, когда в некоторых случаях надо опять смотреть индивидуально, можно трубы оставить. Но гидросальпингс требует однозначного удаления. Можно ли сделать ПГД по квоте? Нет, ПГД по квоте нельзя сдавать. ПГД нужно сделать до заморозки, и, конечно, до заморозки. На какой день после укола пригнил? Тест показывает правдивый результат. Пригнил – это ХГЧ, вы его колете, чтобы помочь вашему фолликулу лопнуть. Дальше вы ждете своих месячных. Если ваш месячный в тот день, когда они даже вы их ждали, не пришли, ждете неделю, делаете тест, и тогда вам странно все станет понятно. Анализы на горитиво обязательно нужно сдавать перед уколом? Нет, это смотря кому. Если у вас есть ребенок или у вашего мужа есть дети в других браках, то тогда кориотипы проверять не надо. Кориотип – это редкая причина бесплодия, но перед программой Эйко, если вы никогда не были беременны, особенно если у вас нет, и у вашего мужа нет детей, а других женщин, то вам надо, и у вас нет очевидных причин бесплодия, то очень желательно сдать кориотип. Можно цену Эйко. Еще раз, цена Эйко примерно стоит 850 тысяч тенге. Где-то 350 тысяч, там 400 тысяч уйдет на лекарства. Сама программа Эйко 350-400 тысяч и на анализы до 100 тысяч где-то все это выходит 850 тысяч. Сколько будет стоить вторая подсадка? Столько же, сколько и первая, если это была крил-подсадка, 100 тысяч тенге. А мы постараемся сохранить эфир. Скажите уже, да? Мы же сможем, да? Скажите у женщины, когда начинается обуляция. У всех по-разному. У некоторых начинается она на 12-й день, у некоторых на 17-й день. Воспаление эндометрия как лечить? С помощью антибиотиков, физиолечения. Стоимость ПГД подскажите. ПГД стоит, в зависимости от того, сколько пар хромосом вы исследуете. можно исследовать от 4 до 9 пар хромосом. 4 пар хромосом стоят 200 тысяч тенге, 9 пар хромосом стоят 300 тысяч тенге. Второе ЭКО сколько стоит? Столько же, сколько и первое. Вы получите скидку в 50 тысяч за повторную программу ЭКО. Извините, а как вот это убрать? Вот это. Вот так, да? Спасибо. Отчего бывает анембриония? Это какая-то хромосомная патология. То есть, вы здесь абсолютно ни при чем. Это в наборе хромосом. Гормон ОМГ сдавать обязательно по менструальным циклам? Нет, в любой день. В любой день, в любой день. Уже третий раз вопрос пишут. Я не помню, кто писал. Гормон ОМГ сдается в любой день менструального цикла. Это не имеет значения. Здравствуйте, у меня анти-ТПО повыше, но возьмут меня на ЭКО. Ну, думаю, что да, смотря сколько. Если ТГО у вас нормальный, можно взять сколько, смотря. Как другие гормоны. У меня было две попытки ЭКО, оба не получились. Теперь сразу можно делать третью? Можно делать третью сразу, да, сколько времени у вас прошло? Вы хотите сразу при неудачном тесте начинать другую программу? Решите это со своим врачом. Может быть, он сразу начнет, а может быть, он даст вам какое-то время, витамины назначат. Это зависит от того, какие были программы. Нужно ли сдавать ЭШЛЯ антипирование перед ЭКО? Нет, не нужно. Мне, по крайней мере, не нужно. Я никогда его не проверяю и в это не верю. Эндометриоз помешает на программу ЭКО? Конечно, помешает, но что вы можете с ним сделать? Эндометриоза вы не можете избавиться, он у вас есть, вы можете его уменьшить, подавить, полностью уничтожить вы его не сможете. А женщина с эндометриозами тоже беременеет. Если есть киста левого яичника, небольшая ЭКО, делают? Делают. Отношение к кистам изменилось буквально за последнее время. Раньше, если ты на УЗИ видишь кисту, то все, это строгое противопоказание, лечи эту кисту, делай операцию. Сейчас мы вступаем в программу ЭКО, даже если есть небольшая киста яичника, даже если она есть эндометриоидная киста. Здравствуйте, по программе ЭКО сколько эмбрионов можно подсадить, если резерв хороший? Максимум 2 эмбриона, в том случае, если у вас не было операции на матке, не было миомы или кесарево сечения. Сколько раз в день делают уколы при программе ЭКО? Вначале вы колете какой-нибудь гормон ФСГ, вы колете его один раз в день. Если у вас длинный протокол, вы делаете еще при этом одновременно дифирелин, то есть 2 раза в день примерно делаете программу уколы в день. Ну и вдруг вам назначат гонал, менопур и цитратит, значит вы 3 раза в день будете колоть. Начнете вы только с гонала, к примеру, значит будете колоть 1 раз в день. От 1 до 3 раз в день. Антитела, КТПО, что сможет ли быть причиной бислодия? Я думаю, что нет, конечно. Что эффективнее, кривая или свежая подсадка? Я уже отвечал на вопрос на этот, что они обе эффективны. Не надо выбирать, что криво лучше или свежее лучше. Лучше там, где у вас будет хороший эмбрион. Саламатство, Минде, Донор, Донор Барлах, Анализ Дерден, Шимкенте, Татсерде, СО, Анализ Бен, Сергей Баралама. Да, конечно, если вы наш пациент, или, например, вы мой пациент, ваш донор не обязательно приезжать вам, может просто приехать ко мне. Я посмотрю на нее, если я ее не видел с помощью датчика УЗИ, определю, что у нее на самом деле хороший резерв, и у нее нет противопоказаний для того, чтобы быть донором, вы для этого не нужны. Она может приехать сама от вашего имени. Скажите, пожалуйста, при поликистозе, если я сделаю ЭКО, то вторая беременность может наступить самостоятельно? Может, вы же и при поликистозе можете забеременеть и сами. Сама беременность ваш поликистоз не вылечит, но может как-то повлиять на ваши шансы в сторону их увеличения. Она может как наступить вторая, так и не наступить. По двум лукосам мышля. Можно ли влечение шансов подсвидеть небеременца с первым мужем, а второй со спермы донора? Да, конечно, можно. Можно подсвидеть оба им. Два разных эмбриона. Если клетка качественной была, что надо делать? Слушаться вашего мужа, выполнять все его пожелания, высыпаться, пить много воды и все, этого достаточно. Быть счастливой. Да, ну, конечно, Зарина очень хорошо говорит и правильно, быть счастливой. Ваше самочувствие странным образом влияет на эффективность программы ЭКО. Это вроде бы смешно, но такие вот очень настроенные женщины, кто дозрел до этой программы ЭКО, мне кажется, они дают рост клеток лучше, чем нежели другие. Но это, в общем, конечно, все статистически недостоверно. Чтобы у вас были качественные энциклетки, ведите здоровый образ жизни и все. Что вы можете сделать? Высыпайтесь, пейте много воды. Можно ли КРИО в естественном цикле? В следующем цикле после неудачного КРИО на ЗГТ? Конечно, можно. ГИСТР РЕЗИСа была в феврале, видимо, гистероскопия была в феврале, неудачный КРИО в марте, хочется сохранить эффект от ГИСТР, и был полип и фиброз. Да, можно в одном цикле, если у вас была подсадка на фоне ЗГТ, в следующем цикле можете сажаться в естественном цикле. ПГД можно сделать по квоте? Нет, Дина, нельзя, к сожалению, ПГД сделать по квоте. Здравствуйте, если неизвестный фактор, хотя трубы нормальные, то у их все нормально будет или лучше сделать ЭКО? То есть, вы прошли программу симуляции и в день пункта выбираете способ обладатворения со своим репродуктологом. Если у вас никогда не было с этим мужчиной совместной беременности и вроде проходимые маточные трубы и нет явных причин бесплодия, то даже при хороших показателях спермограммы рекомендуется половину яйцеклеток оплодотворить ЭКО, обычным АВФ, а половину оплодотворить ИКСИ. Вот это такая рекомендация. Говорят, что при ЭКО сильно набирают вес. Все по-разному говорят. Кто-то говорит, да, я так поправилась, меня разбомбило, а кто-то говорит, да, я вообще не поправилась. Я думаю, это очень индивидуально. Само ЭКО вес не набирает, у некоторых женщин на фоне приема этих гормонов повышается аппетит, они больше едят. Адрина, спасибо. Сколько стоит дистороскопия? 35 тысяч. Анализы есть на нашем сайте, вы можете посмотреть список анализов на гистероскопию. Во время укола диферелина месячные задерживаются? Могут задержаться, но если Вы колете в программе ЭКО диферелин додировки 0,1, они могут и не задержаться, могут и задержаться. А если Вы колете для лечения эндометриоза или по другим причинам диферелин додировки 3,75, то особенно после второго укола или третьего укола месячные могут очень сильно задержаться. Гистероскопию нужно ли делать на невынашивание не могут установить, даже ездили в корею на обследование. Если на УЗИ все в порядке, то вряд ли гистероскопия покажет вам какую-то явную проблему. Но раз вы аж ездили в Корею на то, чтобы выяснить невынашивание, то сделайте гистероскопию. Не так дорого это стоит, и все вопросы по вашей матке будут сняты. Сколько стоит ЭКО наша? 850 тысяч тенге. Я уже третий раз говорю об этом, что примерно 350-400 на лекарства, 350-400 сама программа ЭКО, это IDF или ИКСИ, это до 100 тысяч тенге на анализы, и все это вместе выходит где-то 850. Олига, остена, тарата, зооспермия, диген, диагноз бена ЭКО, жасовая булама. Булада, конечно. Олига это снижение количества. То есть снижена количество сперматозоидов. Астена, это снижение активных форм, в те имена участвуют в оплотворении. Терата, это означает, что снижено их мало, они малоподвижные, да еще и среди них качество не очень. С ними можно делать программу ЭКО. Для такой спермы показана программа ЭКО ИМСИ. Я нахожусь в программе ЭКО у вас в клинике. Заморозила эмбрионы, отправила на удаление желудочного и труб. У вас виделись актосальпинкса. Здесь врачи ярко выраженного не видят. Какой выход подскажете? Когда, в смысле, в армии операции они не видят актосальпинкс, или как они определяют, что они не видят ярко выраженного? На УЗИ по отношению к маточным трубам у всех врачей свое какое-то отношение и мнение. Мое мнение, что воспаление в маточных трубах является супер серьезным препятствием для удачной подсадки эмбриона. Очень серьезным препятствием. Потому что это сообщающиеся полости. И даже если нет явного гидросальпинкса, но есть неудачные программы ЭКО, неудачные подсадки, и вы не беременеете, и вроде все хорошо, я рассказывал уже про трубный фактор на одном из своих прямых эфиров на примере своей пациентки, которая прошла программу ЭКО с донорской яйцеклеткой. У мужа хорошая сперма, просто она уже в возрасте, когда клеток у нее осталось мало. У мужа отличные показатели спермограммы. Она сделала CGH этих эмбрионов, и у нее там их было, по-моему, 7 эмбрионов. Прошла 4 подсадки, не понимая, не беременея. Потом я взял ее на операцию, зашел в живот, увидел, что трубы проходимые, эмбрии есть, они не спаяны, но они выглядят нездоровыми, вот как здоровый цвет лица, и нездоровый он отличается, так если ты постоянно видишь эти трубы, ты можешь понять, что труба это нездорово. Мы удалили эти обе-маточные трубы, и она сразу же забеременена на следующей подсадке. Мое мнение к трубам самое категоричное. Если есть признаки воспаления, и вы идете в программу ЭКО, вы уже собрались из нее, зачем вам оставлять тот шанс, который будет, ту причину, которая будет снижать ваши шансы. Хирурги не любят удалять маточные трубы, никто не любит. Убрать маточную трубу, это значит, ты после операции идешь к пациенту и говоришь, что да, мы удалили маточные трубы. Пациентка всегда будет недовольна. Она будет жаловаться, будет плакать. Муж придет, чтобы с вами поговорить и сказать, почему это вы покалечили мою жену. Вот у меня лично была такая история. Ну, наверное, время прямого эфира не буду подсказывать, но, в общем, тут приходил муж с друзьями, и тут они бегали по клинике, всячески выражали свое недовольство. Пришлось вызывать охрану и милицию. Поэтому никто из хирургов не хочет убирать маточную трубу. Легче жить спокойно. Сказал, что оставил трубу после операции, ты просто молодец, все довольны. Но если вам оставили больную трубу, считайте, что вы потеряли просто время, вернее, у вас украли ваше время. При азооспермеи можно ЭКО? В зависимости от того, какая азооспермея. Бывает обструктивная, когда в яичках есть сперматозоиды. Тогда надо пройти программу ЭКО, у вас забрать яйцеклетки, в день пункции вашему мужу делают операцию, разрезают яичко, не бойтесь, это не больно. Под микроскопом ищут в трестикулярной ткани сперматозоиды. Если их находят, оплодотворяют яйцеклетки, делают программу ЭКО. Раньше азооспермея это был приговор. Сейчас нет. При планировании беременности к кому первому обращаться? Ну, наверное, в женскую консультацию, если у вас особых каких-то жалоб нет, если вы обследованы, лечились, с вами не знают, что делать, конечно, идите к репродуктологу. На какой день обычно делается перенос? На пятый день после пункции. Но это не всегда так. Иногда делается и на шестой, и на седьмой, и на восьмой день пункции, после пункции. Особенно в последнее время это стало приобретать более широкую популярность в связи с популярностью теории о рецептивности эндометрия. У некоторых он принимает на семнадцатый день, а у некоторых на двадцатый, якобы. Я сам тоже практикую двойные переносы. Двойной перенос вообще он применяется в тех случаях, когда неудачные и обычные переносы. Ты уже не знаешь, что делать, и тогда делается двойной. Во время укола дифирелина месячные задерживаются. Если не придут месячные, то тогда как и что будет? Просто ждите месячные. Они, конечно, куда-нибудь придут. Идите к врачу. Это вопрос, на который не могу, извините, ответить. Мало данных. Эндометриома в стенке матки два-три сантиметра. Можно ли забеременеть? Да, можно. Особенно если она растет в сторону живота и не выступает в полость матки. Тогда маловероятно. Раньше копчик болел. Сказали артроз. Сейчас беременные. Немножко сложно ходить. Правая нога. И стена болит. Что делать? Идти к врачам в женской консультации. Они вас направят к смежным специалистам. В приеме матки квоту даете. У нас, по-моему, сейчас уже исчерпаны квоты на миомы. Но по этим вопросам приходите в 226 кабинет на консультацию к врачам-хирургам. Они консультируют с утра до 4.30. Лучше после обеда. Мне гистроскопию делали. Результат нет. Что делать? У нас анализы идеально. Непонятный вопрос. Что значит результат нет? Что вы не забеременели после этого? Или что вы имеете в виду? Или вам не взяли биопсию? Я не понял вопрос. Напишите более подробно. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на ЭКО при необходимости труб, поликистоз, яичников и гипоплазия матки? Ну, я не скажу, что это высокие, потому что при поликистозе эти программы ЭКО имеют свои особенности, а именно очень большое количество ацитов на пункции и, как правило, небольшое количество бластоцист пятидневных вот этих эмбрионов остается. В шанс я не могу вам сказать. Это надо решать индивидуально. Сами Минсисбеи, Кожа Стова, Квота Берлибжа Торма. Да, мы единственная клиника в Алманте, которая в этом году работает с квотами. Квоту можно получить, если у вас нет труб, или они непроходимы, или у вашего мужа плохая сперма. Ну, не очень плохая, а просто плохая. При мультифлюклярности яичника можно ли беременеть? Да, можно беременеть, почему бы нет, конечно. На какой день после взятия яйцеклетки делают подсадку? Если в понедельник у вас была пункция, то ваши эмбрионы должны в пробирке в инкубаторе расти пять дней. Вторник, среда, четверг, пятница, в субботу. В субботу, когда вашим эмбрионам будет пять дней жизни, если в понедельник была пункция, вам сделают подсадку. В среду была пункция, в понедельник сделают подсадку. Нарушение цикла является ли причиной ненаступления беременности? Ну, смотря в чем причина. куда? Если цикл нарушен, значит, есть какие-то проблемы. Конечно, можно это быть причиной. Как можно попасть на прием? Запишитесь через регистратуру 234-34-34 или напишите мне на WhatsApp по номеру 705-554-30-50. Эндометрий помешает программе ЭКО? Эндометрий важен программе ЭКО. Эндометрий это земля, куда будет подсажен ваш эмбрион. Он должен быть здоров. У вас делают ОКО по квоте? Конечно, делают. Еще раз говорю, что в этом году делаем ОКО в МАТЕ по квоте только мы. Не лайкните. Пожалуйста, загружается. Извините, не понял. Здравствуйте, приостено, таратозооспермии нужно ли делать ЭКО? Если тяжелые формы астена, таратозооспермии, конечно, вам как раз ЭКО и показано. Я стараюсь быстро отвечать. Мы уже час в эфире. Делала гистроскопию, удалили много мелких полипов и синехии полгода назад. Собираюсь к вам на ЭКО. Нужно ли будет заново делать? В зависимости от того, что будет на УЗИ. Если на УЗИ будет красивая эндометрия, то можно не делать. И смотря, какая была спайка синехии, какое вы лечение после этого получали. Какие анализы нужны для женщины, если она готовится в ЭКО по мужскому фактору? Такие же, что и по всем другим факторам. Для программы ЭКО есть стандартный перечень анализов. Вы можете посмотреть его на нашем сайте. В чем может быть причина лютенизировавшего фолликула? В этом цикле не произошла овуляция. Плохо ли это? Овуляция может произойти или не произойти. Это ваш яичник знает. хорошо, если овуляция происходит, но не продавца в каком-то из циклов овуляции. Ничего страшного. Ваши яичники это не электробритва и не пылесос, который работает так, как обещал производитель. Он может иногда отдыхать, давать сбой, это все нормально. Нет, будем до конца отвечать? Мы в эфире уже час. Я думаю, нам надо заканчивать. Буду отвечать, может быть, на самые такие вопросы. Можно ли с миомой делать ЭКО? Да, можно, смотря с какой миомой. Небольшая миома не влияет на программу ЭКО, особенно если нарастет в сторону полости живота. Для квоты на ЭКО сколько фолликулов должны быть? Это так вам нельзя сказать. Надо посмотреть на УЗИ резерв. Это не математика, это надо посмотреть комплексно. Обязательно сдать кровь для определения кариотипа перед ЭКО? Одни и те же вопросы. Нет, не обязательно, особенно если у вас был ребенок. Если вы рожали, у вас есть ребенок, то кариотип не надо сдавать. Эндометрии тонкие, с чем может быть это связано и как нарастить? В основном это связано с работой яичников. Нарастить с помощью эстрогенов и говорят, что еще помогает физиотерапия, всякие колонии стимулирующие факторы и еще лекарственные препараты. Можно ли сирозией КОМ? Конечно, можно. Инсеминацию ли делают? Да, делают. Что думаете по поводу геродотерапии при лихом эндометрии? Думаю, что это не помешает. Я небольшой ее поклонник, но особенно если женщина сама хочет, это входит в лечение эндометрии. Есть ли донорские клетки? Есть, но не всегда. Надо заранее их бронировать. Если у мужа остеонетаратозооспермия, ожирная полностью здоровая, эндометрия шикарна, гормоны в норме, то обязательно сделать ЭКО при стимуляции. Астена таратозоол, смотря какая тарата, если тарата 1 и концентрация 2 миллиона, конечно, надо делать ЭКО. Хотелось спросить, у меня была в левой трубе гидросальникс, но не удалили трубу, сделали операцию в апараскопии, гистероскопию, после чего, через 8 месяцев у меня внематочная беременность. Что делать? Внематочная беременность показания для экстренного хирургического вмешательства. И пусть вам эту трубу не сохраняют, пусть они не выполняют подвиг хирургический и, пожалуйста, уберут вам такую трубу. Продолжаем? Мы сохранили ферзь, но вопросы пошли повторяющиеся, да? Люди могут пересмотреть, почему суток будет. Вопросы повторяются, вы пишите, если у вас, я не ответил на какие-то вопросы, ни на Инстаграм, я не особенно его умею пользоваться, всякие там директы. Лучше пишите в WhatsApp. Телефон 8705-554-3050. Надеюсь, я смог ответить на какие-то вопросы. Но получилась такая у нас довольно сумбурная. Ну, в основном все вопросы, которые можно выбрать как какой-то определенный топик или тема, уже охвачены. А вот на такие злободневные вопросы я постарался вам ответить. Надеюсь, у вас все будет получаться. До свидания.